101 факта Елизавете Второй. Вы будете удивлены, но Елизавета Вторая правила дольше всех других монархов за всю историю Великобритании, 70 лет. Изначально она не должна была быть королевой. При Елизавете Второй Великобритания перестала быть империей и вошла, а потом и вышла из Евросоюза. За время ее правления в стране сменилось 15 премьер-министров, а в США 13 президентов. Из 17 существующих в наше время монархи, возглавляемых королевами, Елизавета возглавляла 16. Елизавета родилась 21 апреля 1926 года, прожив тем самым 96 лет. Она родилась в семье второго сына короля Георга V, а вместо нее на трон должен был взойти ее дядя. Однако он отрекся от престола, и тогда королем стал отец Елизаветы. Ее величество появилось на свет в доме своих бабушек и дедушек, но сегодня на этом месте стоит китайский ресторан Хакасен. В 1932 году, когда будущей королеве было всего 6 лет, архитекторы построили для нее настоящий мини-коттедж с газом, водопроводом, электричеством, радио и телефоном. У Елизаветы есть одна единственная сестра, принцесса Маргарет. Во время Второй мировой войны Елизавета в возрасте 14 лет произнесла свою первую речь на радио. Она обратилась к детям, оказавшимся в эвакуации вдали от дома. Чуть позже она прошла военную подготовку и хотела отправиться на фронт, однако отец не дал на это согласие. К концу войны она все-таки выбила себе квалификацию водителя санитарного грузовика и даже получила звание младшего командира. Именно поэтому Елизавета II официально считается единственной королевой, прошедшей воинскую службу. Также она считалась старейшим участником Второй мировой войны, до сих пор не вышедшим в отставку. По данным Управления национальной статистики Великобритании, 81% жителей Великобритании еще не родились, когда Елизавета взошла на престол. Муж Елизаветы II, принц Филип, приходился ей троюродным братом. Пара поженилась через пару лет после войны, когда Елизавете исполнился 21 год. Чтобы оплатить свое свадебное платье, тогда еще будущая королева собирала продовольственные талоны. Обручальное кольцо Елизаветы было сделано из самородка валийского золота. В день свадьбы она получила более 2,5 тысяч подарков со всего мира и 10 тысяч поздравительных телеграмм. Молодожены разрезали торт, которых, к слову, было 11 штук, мечом герцога Маутбеттона, согласно старинной традиции. Через 4 года после свадьбы, в 1952 году Елизавета взошла на престол и стала не только королевой Великобритании, но еще и главнокомандующим британских вооруженных сил. Коронация состоялась в 1953 году и она стала первой коронацией, которая транслировалась по телевидению и ее смотрело аж 27 миллионов человек. На эту церемонию королева надела платье, украшенное символикой различных государстводружества, английская роза, шотландский чертополог, ирландский трелистник и так далее. У Елизаветы и ее мужа Филиппа четверо детей, 8 внуков и 12 правнуков. 20 ноября 2017 года королевская пара отпраздновала свою платиновую свадьбу, 70 лет и стали первой венециносной парой, которая просуществовала так долго. Принц Филипп скончался в 2021 году, не дожив два месяца до своего столетия. Лицо Елизаветы II появилось на монетах не менее 45 стран, это больше, чем у любого другого монарха. Музей Мадам Тюссо, музей восковых фигур, за все время выставил 23 восковые фигуры королевы Елизаветы. Она является первым в мире главой государства, открывшим две Олимпийские игры в двух разных странах, в 1976 в Монреале и в 2012 в Лондоне. Корона императорского государства, которую королева Елизавета II носила на открытии парламента, украшена 2868 бриллиантами. Официально она бесценна, но оценивается в сумму от 1 до 5 миллиардов долларов. Точный размер состояния Елизаветы неизвестен, однако по оценкам Forbes он составляет примерно 88 миллиардов долларов. Попала в книгу рекордов Гиннеса из-за того, что потратила аж 175 тысяч долларов на эксклюзивную модельную кровать. За время своего правления пережила несколько покушений на свою жизнь. Она была единственным человеком в Великобритании, которому не обязательно было иметь водительское удостоверение, чтобы водить машину. За свою жизнь Елизавета отправила около 50 тысяч рождественских открыток и раздала придворному персоналу более 90 тысяч рождественских пудингов. Всех экзотических животных, которых дарили королеве, она передавала в лондонский зоопарк, благодаря чему появились слон, две большие черепахи, ягуар и пара ленивца. Королева ответила более чем на 3,5 миллиона писем и отправила более 175 тысяч телеграмм. Елизавета свободно владела французским языком. Ежегодно она принимала около 50 тысяч человек на различных банкетах, обедах и вечеринках в Букингемском дворце. Она несколько раз снималась в фильмах, играя саму себя, и однажды даже была девушкой Джеймса Бонда в короткометражке, посвященной Олимпийским играм в Лондоне. Елизавета II постоянно поддерживала более 600 благотворительных организаций. Одной из страсти бывшей королевы была одежда, ведь в ее подчинении было несколько личных стилистов, а сама она обычно носила яркие наряды, чтобы подданные видели ее издалека. Новую одежду Елизавета примеряет лишь один раз, и если все нравится, носит дальше, если нет, то отдает на благотворительность или раздает подданным. Существовал даже специальный человек, который разнашивал ее новую обувь. Также Елизавета использовала свою сумочку, чтобы подавать знаки сотрудникам. Существует даже отдельная система символов наподобие азбуки Морзе. Носит она, кстати, одну и ту же модель сумочки, в которой хранит розовую помаду, компактное зеркало и сложенную купюру в 5 или 10 фунтов. Во время визита на съемочную площадку Игры Престолов, бывшая королева отказалась садиться на железный трон, ведь, согласно негласному правилу британским монархам, запрещено занимать чужой трон. Елизавета – первый монарх, совершивший кругосветное путешествие. Каждый год королева ввела учет подаренных вещей, список которых можно было найти на сайте Букингемского дворца. Ее величество могла путешествовать без паспорта, у нее была возможность просто показать монету или купюру с ее изображением. С раннего детства и до самой старости занималась конным спортом. Лошади, выращенные на королевских конезаводах, выигрывают практически все крупные скачки в Великобритании. С 1989 года пользовалась лишь одним лаком для ногтей. В марте 2004 года Елизавета организовала первое исключительно женское мероприятие в Букингемском дворце – «Женщины достижений». Королева не обязана была выплачивать налоги, но делала это добровольно, начиная с 1993 года. У Елизаветы был свой личный поэт – Кэрол Энди Даффи, которая писала стихотворение для знаменательных королевских событий. В Букингемском дворце принимала первых космонавтов в мире – Юрия Гагарина и Валентину Терешкову. К слову, сам Букингемский дворец насчитывает 775 комнат. Когда Нил Армстронг и Бас Олдрин высаживались на Луну, они захватили с собой послание от Елизаветы II. Ее величество не могло быть привлечено к уголовной ответственности или принуждено к даче показаний в суде. Она изображалась как персонаж более чем в 100 фильмах, сериалах и шоу. Каждая брошь, которую королева надевала на Рождество, имеет собственную уникальную историю. Всего Елизавете принадлежало более 300 ювелирных украшений. Королева не любила чеснок, поэтому во дворце его исключили из всех рецепт. Также она считала, что яйца в коричневой скорлупе вкуснее, чем в белой. Повара во дворце готовили в кастрюлях времен прабабушки Елизаветы. Если считаете, что бутерброды совсем не королевское блюдо, то ошибаетесь. Ее величество очень их любило, однако предпочитало только определенную форму. Любимым десертом королевы был шоколадный торт. Она каждый завтрак наела кукурузные или овсяные хлопья, мармелад и пила черный чай с молоком. Важным нововведением во время ее правления было открытие в 1962 году новой галереи в Букингемском дворце для демонстрации предметов из королевской коллекции. Елизавета II была первым членом королевской семьи, получившим золотой диск от звукозаписывающей компании. Рост ее величества 163 сантиметра, однако она не стремилась выглядеть выше за счет высоких каблуков. Во время долгих поездок королева брала с собой запас собственной крови на экстренный случай. Королева просто обожала собак, а именно корги. Их у нее было около 30 штук. Вместе с сестрой они вывели новую породу собак, дорги, скрестив таксу и корги. Каждое утро Елизавета просыпалась не по будильнику, а от звука волынки, на которой музыкант играет в течение 15 минут. Королева любила выпить, и причем неважно какое время суток было на часах. Ее величество по закону владело всеми лебедями в королевстве. Елизавета не училась в школе, а получила превосходное домашнее образование. Когда погибла принцесса Диана, королева несколько раз нарушала протокол на похоронах, приказав сначала припустить флаг над дворцом, а потом склонив голову перед гробом. Елизавета праздновала день рождения два раза в год. Настоящий 21 апреля и официальный 11 июня. Полный титул королевы звучит так. Елизавета II, божией милостью Соединенного Королевства Северной Иландии и иных своих царств и территорий королева, глава Содружества, защитница веры. Свой первый твит она написала сама, после чего передала эту обязанность помощникам. Елизавета безумно любила детективные романы и произведения про лошадей. Многие официальные туры королевы проходили на яхте Британия. За время правления королеву писали более чем для 130 портретов. У Елизаветы II аж 30 крестников. Согласно форме правления, которое установлено в Великобритании, монарх царствует, но не правит. В 2012 году на 60-летний юбилей королевы у власти на главную реку Лондона Темзу было спущено 670 лодок с участием нескольких членов королевской семьи. И это стало самым большим когда-либо зарегистрированным парадом лодок. Елизавета II правила дольше, чем ее отец, дядя, дед и прадед вместе взятые. Мэрилин Монро и королева одногодки обе родились в 1926 году. Они также и встречались. При этом Мэрилин Монро нарушила правила этикета и пришла с большим декольте. Но все прошло хорошо. Помимо всех ее титулов, ее величество также являлось герцогом Нормандии. Но только тогда, когда посещала Нормандские острова. Елизавета обладала отличным чувством юмора и даже умела имитировать звук приземления самолета. Некоторое время она выходила гулять в одиночестве, одетая как самая обыкновенная бабушка с платком на голове. Из-за чего ее практически никогда не узнавали. В головах жителей Великобритании, да и всего мира, ее величество всегда было символом стойкости и непоколебимости. Ну а 101-й крышесносный факт, естественно, по классике у нас в Телеграме по ссылочке в описании или комментариях. Обязательно посмотри, ну без него картинка не закончена, понимаешь? Обязательно лайк, коммент за наши старания и хорошего тебе дня. Пока!